всем привет меня зовут дарья и добро пожаловать на мой youtube канал предлагаю вам для начала заценить масштаб всего происходящего и рекомендую вам подписаться на мой канал если вас интересует тема люксовой косметики поставьте лайк этому видео мне за старание потому что выложить это все было уже немалым трудом подготовить все так что поставьте пожалуйста лайк и погнали я обычно стараюсь выпускать видео почаще примерно ну минимум раз в неделю бывает 2-3 видео в неделю в этот раз я чуть-чуть затянула потому что я неделю уезжала к родственникам мужа и была там с малой поэтому я никак не смогла снять видео но я безумно этого хотела так что не переживайте я никуда не пропадаю пока youtube с нами я тоже буду с вами давайте немножко объясню что здесь происходит как видите у меня все люксово есть небольшая часть бюджета но он либо очень старенький либо очень хороший что я все-таки приобрела еще одну вещицу из бюджета когда я уже очень много лет бюджет не покупать так что оставайтесь со мной если вам такое тоже интересно смотрите здесь у меня располагается господи так спина согнулась так неудобно боже реально как магазин какой-то на диване в прямом смысле смотрите здесь у меня располагается уход здесь парфюмерия ой уходит ну уходит вы поняли умывалки мицеллярная вода здесь уход именно крема все такое уже второстепенное здесь идет по центру в самая люксовая декоративка и вот здесь вот с краешку у меня все что осталось от масс-маркета туда же milk нет просто масс-маркет давайте чтобы нам с вами не запутаться я сейчас обозначу что как я буду говорить потому что видео не хотелось бы затягивать на долгие часы хотелось бы коротко и о самом главном поэтому я буду говорить что это почему это мне понравилось или почему это мне не понравилось и кому это подойдет чтобы вам это видео было максимально полезным ну теперь погнали сразу к делу то с чего начинается мое утро это от kenzo lotus mousse для умывания мне он понравился потому что он очень нежный он пенящийся он не пересушивает кожу также подойдет он для чувствительной кожи мое любимое средство у меня есть на него отдельный обзор так что заходите пожалуйста смотрите бесподобно пахнет аромат чистоты нежности и свежести я его очень люблю далее атланком это гель оклад для умывания он предназначен для сияния кожи насколько я помню насколько видно по названию но честно скажу мне он не понравился совершенно отвратительное средство на него я планирую ближайшее время снимать отдельный обзор он не вкусно пахнет у него консистенция как у мыла мылится как вот дешевое самое самое дешманское мыло пересушивает кожу никакого сияния даже близкое не заметила возможно он для слишком такого глубокого очищения кожи которые на каждый день просто никому не надо если на вас не было тонны косметики там с вечера в общем мне это средство не понравилось я не знаю как им пользоваться но выглядит оно симпатично такое мерцающий перламутровая текстура но очень такое плотное реально вот прям как мыло по-другому не могу сказать я не знаю обещать что он подойдет для чувствительной кожи но честно я его не советую никому далее гель для умывания у меня в миниатюре на него у меня был отдельный обзор это от клоранс мой клоранс римов очень нежное средство мне но понравилось такая обычная посредственная умывалка приятно пахнет красиво выглядит если вам нужно что-то более-менее из люкса бюджетная то я вам могу эту штучку посоветовать но каких-то чудес от нее ждать не стоит следующая идет такая двухфаска для от клиник для снятия водостойкого макияжа честно мне это средство не понравилось у меня было него отдельный обзор с ругательствами так чтобы посмотрите пожалуйста этот обзор я его практически сейчас не использую потому что она отвратительная вот во всех смыслах просто представьте самое отвратительное и это все вот о нем так что не вижу смысла сейчас прям так описывать в общем удаляет плохо реакция у меня глаза прям краснеет чешутся пленка на глазах неприятной кожу он как-то то ли стягивать или сушит кого-то масло остается на ней в общем неприятный никому его не могу посоветовать тем более для чувствительной кожи для аллергичной кожи ну в общем ужасная вещь еще у меня крышка там сломалась в общем полный набор всего самого отврата вот прям как слонком следом у нас идет роскошество от и в сен лоран это мицеллярная вода она тонизирующая мне понравилось она очень вкусно пахнет такое знаете как косметикой маленькая фея хорошо удаляет без сложности каких-либо но знаете я не могу сказать что она прям сильно тонизирует насколько помню что она реально была как тонизирующая заявлено после нее на ее бы лучше наверное как-то смывать чуть-чуть потому что после нее все-таки на утро кожа немножко жирненькая такая немножко какая-то пленочка остается но в целом не мицеллярная вода понравилась она очень такая удобная интересная я люблю пользоваться могу ее посоветовать тем особенно людям которые любят смывать все-таки мицеллярную воду и из этой же линейки от и в сен лоран двухфаска двухфаски я не очень люблю потому что они жирные и как показывает практика не всегда хорошо работают но вот это мне понравилось аромат у нее такой же смывает макияж хорошо никакой пелены перед глазами после нее использования нет она очень удобная и приятная могу ее посоветовать всем людям которые любят водостойкий макияж и любят двухфазные средства теперь давайте господи чем так рука трусится теперь давайте плавненько переходим к уходу к тому чем я пользуюсь после умывания кожи давайте перейдем к дезодоранту от clorans я бы давно хотела мне он очень понравился действительно работает наверное защита до двух дней аромат просто превосходный также это средство унисекс как для мужчины так для женщины его можно использовать поэтому могу посоветовать его всем людям у которых работа например связана с физическим трудом потому что это будет безупречная защита очень классно мне безумно понравилось это лучше дезодорант который когда-либо у меня в жизни бывал давайте теперь подойдем к приятному и к неприятному это от и в сен-лоран лосьон парфюмированный для тела это такая у меня миниатюрка его я знаю вообще по-моему только в миниатюрке можно в каком-нибудь наборе взять а так он не продается ну в общем я захотела чтобы у меня к моему любимому аромату был еще и лосьон но лосьонами я не пользуюсь этот лосьон классный он вкусно пахнет могу посоветовать его всем любителям данного ароматом он париж в сен-лоран я таковой тоже являюсь поэтому мне аромат понравился но и сам лосьон тоже хороший он не липкий быстро впитывается такой нежирный очень легенький но у меня практически полный он стоит уже год потому что я не люблю вообще в принципе лосьонами пользоваться мне нравится свежесть кожи после душа поэтому я редко наношу возможно на руки на шею в общем кто любит лосьоны попробуйте дальше у меня идет уход от живанши это такой лосьон как тоник тонизирующий лосьон в общем я помню вроде бы их сняли с производства но это роскошная вещь и если где-то увидите его то обязательно приобретайте во первых оформление это отдельный вид искусства шарики воздуха пузырьки очень удобный красиво смотрится главное он работает предназначен для сияния увлажнения кожи совсем справляется в составе по моему полно гиалуронки поэтому он немножко легковат но такой приятненький свеженький могу порекомендовать его тем кому не хватает обычного тоника кто хочет дополнительного увлажнения это замечательная шикарная вещь следом у нас идет крем под глаза из той же линейки живанши мне он понравился тем что он действительно увлажняющий он приятный он охлаждающий только нужно его нанести достаточно большое количество многие жаловали что от него нет эффекта кстати обзор так на клинику меня был обзор на ивсен лоран пока еще мне не было обзора был обзор на кларанс и был полный обзор на живанши вот эту линейку забыла проговорить вам но я думаю наверное ссылочки я не буду в описании оставлять просто вам проговорю вы заходите находите у меня не так уж сильно прям много видео и вы я думаю сразу увидите нужно вам продукт в общем он хорошо увлажняет охлаждает мне понравился очень приятный также для сияния я заметила что взгляд у меня преображается поэтому всем любителям вот таких кремов я его могу посоветовать это замечательная вещь по моему снята с производства ну вот эта вот вся линейка замечательный но если вы увидите где-то все-таки остаточки приобретите если будет такая возможность это увлажняющий крем для лица также для сияния кожи с гиалуроновой вся эта линейка и так понимаю она с гиалуроновой кислотой которая мне очень подходит особенно в зимнее время хоть он и легенький но в холодное время года он замечательно справлялся он увлажнял кожу у меня единственная проблема это в холодное время года шелушение так вот эта линейка позволила мне от этого избавиться кожи засияла никаких нюансов не было как знаете бывают реакции на крема какие-то воспаления даже близко меня целый год вообще ни одному прыщечка даже не было формула текстурального была такая легенькая свеженькая железо жили почему цена говорю железо желеобразные очень мне понравился я бы купила его снова не стоит мне его сейчас кому-то советовать если вы его не найдете а вы вот скорее всего уже не найдете если найдете то советую вот от всей души для нормальной комбинированной кожи склонной к жирности в т-образной зоне по свету всю эту линейку потому что мне кажется именно она мою кожу нормализовала это был действительно мне подходящий уход поэтому всем могу посоветовать у кого вот такая же кожа у меня в принципе вообще нюансов никаких с кожей не было и эта линейка преобразила мою кожу теперь давайте немножко отойдем от лица такой мой желанный крем для рук многие наверное про него наслышаны это крем для рук от clorans интересный травный аромат которому нужно привыкнуть но он повторюсь интересный скажу что он приятный либо неприятный он интересно мне крем понравился тем что он не оставляет жирности на руках не оставляет липкость он быстро впитывается кожа словно знаете на ней надеты какие-то невидимые перчатки которые ее защищают я не могу сказать что это какое-то супер увлажнение возможно вам увлажнение не хватит если вы не любитель знаете каких-то жирных кремов более таких пудровых с пудровым финишем то это именно крем который вам нужен мне он очень этим понравился поэтому я от него восторге теперь давайте последние вот это вот и погоним уже в декоративке на весь clorans у меня был отдельный обзор давайте в начале с тоника мне он в принципе понравился особенно на лето легкий свежий увлажняющий также для сияния кожи очень удобный пульверизатор микродисперсное просто распыление хорошие упаковки из стекла отдельный был обзор там все было подробно про составы но все-таки мне кажется у меня реакция немножко на натуральный состав у кожи пошла потому что когда я пользовалась вот эта линейка вот же мальши у меня не было никаких высыпаний даже близко держи все-таки они начали чуть-чуть появляться поэтому с осторожностью кстати это линейка для молодой кожи до 25 лет мне сейчас уже исполнилось 26 но покупала когда мне еще было 24 25 только исполнялась да вроде что-то такое поэтому зачитала в последний вагон мне в принципе понравилось на лето очень приятно пахнет хороший но не могу сказать прям что он что-то такое супер вау делать кожи как-то и увлажняет вот такой что-то приятненько лёгенько давайте теперь крем крем тонизирующий увлажняющий опять же для сияния кожи но он очень легкий мне его сейчас не хватает на холодное время года на теплое время года это было легенько свеженько вроде даже увлажняла неплохо справлялся со своей функцией какого-то особого сияния как от живанши на своей коже я не заметила но приятно такой нормальный крем на холодное время года честно его никому не посоветую но для нормальной комбинированной кожи если у вас конечно не будет никакой реакции на натуральные компоненты в составе то можете его попробовать дальше у меня идет вот такая миниатюрка и вот полный размер я купила сами понимаете это 15 миллилитров тут буквально несколько раз можно было использовать и толком ничего не понять поэтому мне в принципе она понравилась эта маска от кларанс ночная можно также как крем использовать мне поначалу она понравилась она вкусно пахнет возможно покажется что слишком ярко для ночного ухода но на коже все это очень хорошо увлажняет она более плотная чем крем естественно но не могу сказать опять же что она какие-то делает чудеса с кожей мне кажется все таки что на всю линейку я больше не буду ее покупать потому что у меня пошла реакция как я уже и повторяюсь уже миллион раз потому если вы знаете что ваша кожа адекватно отреагирует на компоненты в составе то пожалуйста можете приобретать вполне нормальная вещь увлажняет она по моему тоже то ли для сияния то ли какая-то точно я уже не помню подробно видео снимала редко пользуюсь редко упаковочки в стекле очень приятные и моя недавняя покупка я ее очень долго хотела но долго не покупала потому что такое средство в общем для слишком молодой кожи она не подходит но после 25 я думаю в принципе да почему бы нет это мультифункциональная ночная сыворотка от кларанс но можно и не только ночью ее использовать я еще ее ни разу не протестировала но надеюсь что она избавит меня от каких-то моих высыпаний которые чуть-чуть у меня начали появляться прям вот единичный случай но все-таки неприятно когда вскакивает прыщик она восстанавливающая надеюсь что она моя кожа будет восстанавливать и я ее вообще купила как раз таки из-за шелушения хочу от них все-таки избавиться пока не купила себе более плотный крем хочу попробовать вот эту сыворотку она должна преображать кожу то есть там прям обещание вообще это легендарная вещь и многие нахваливают эту сыворотку поэтому я вот тоже это хотела попробовать все таки решила наверное разобрать парфюмы тут их у меня всего лишь пять штучек были обзоры да прям на него отдельно на гранату сальве от герлен и собственно на все это был общий обзор она герлен был даже отдельный обзор поэтому заходите смотрите давайте начнем с туалетной воды от дольче габбана императрица у меня почти использованный флакон 50 миллилитров честно сейчас рука к нему не тянется но раньше когда я устала от каких-то сложных ароматов я хотела что-то легкого простого что-то что меня будет радовать каждый день подойдет подо все под любое время года под любой образ под любую погон под любое настроение в общем аромат который я носила долгое время практически каждый день он меня радовал но потом я узнала что он попсовый и как-то кто-то сказал что пахнет гнилыми фруктами после этого но мне он уже разонравился тем более он стоит у меня уже несколько лет наверное года три даже наверное четвертый год он у меня уже стоит скорее всего да и кажется что пирамида начала уже не так пахнуть но мне он нравился как легкий такой аромат они были достаточно стойкие аромат арбуза такой свежести но сейчас я реально этого в нем не чувствую так что попробуйте возможно новый флакон будет пахнуть также как мне он раньше пах но честно я повторять не хочу больше рука у меня к нему не тянется я устала от этого аромата давайте теперь перейдем к тому что сняли с производства сильно не буду про это говорить это моя боль и в сен-лоран мон париж это второй флакончик у меня это 50 миллилитров пользуются достаточно редко это холодный аромат с винилом люблю мускусные ароматы люблю цветочные фруктовые ароматы вот здесь у меня примерно такая композиция выстроена все они похожи друг на друга по композициям по компонентам все композиции эти похожи но ароматы конечно разные я его люблю это мой первый люксовый аромат если вы где-то сможете найти у каких-то перекупов то попробуйте это удивительный аромат это нежность парижа женственность очень вкусный я его обожаю просто поэтому я буду редко им пользоваться чтобы он у меня надолго остался я не заметила кстати что он у меня наверное три года честно пока я не замечаю что он как-то портится видимо может быть у меня как-то бывает перенасыщение ароматами что мне они перестают нравиться и кажется что они испортились на самом деле просто у меня уже восприятие ароматов другое она меняется дальше аромат который у меня закончился тоже покупала когда хотела что-то легкого когда мне все надоело все ароматы люксовые которым я разочаровалась это были два аромата от dior поэтому я хотела взять что-то такое ну слишком такой резкий аромат для меня стал последнее время даже еле я его допользовала вообще не на речи не очень люблю если честно я нашла замену вот этому аромату который снят с производства это опять же мой любимый вообще косметический и парфюмерный бренд и в сен-лоран это мой париж как раз вот в наборчике мне муж подарил это сладкий аромат он интересный он многогранный попробуйте его я честно мне каждый раз кажется разным это удивительный аромат сильно не буду просто про ароматы говорить потому что иначе мы затянется очень сильно это мой новый аромат неожиданно это не компотик как многие говорят я в этом аромате не чувствую вообще никакой компотности это не аромат знаете которую вы будете просто распылять дома да это герлен аква аллегория граната сальве я к нему долго присматривалась потому что он такой противоречивый он и сладкий и кислый и все это вместе но все это гармонично все это дополняет друг друга все ноты не перебивают друг друга они плавно вливаются вот одна в одну и он интересный у меня с ним ассоциация лес и охота там бергамот и гранат это основное мне он очень понравился хотя долго к нему присматривалась повторюсь потому что он праздный опять-таки мне начали более сложные такие композиции нравятся фух я закончила для меня описание парфюмов чтобы это как-то коротко сказать это очень все сложно сейчас я чуть-чуть пошумулю немножечко так вот цвет переведу сюда чтобы вам было лучше видно декоративку вот отлично теперь приступаем наконец-таки к декоративке еще такой обзор общий немножко я подустала уже конечно рассказывать короткое самом главном это как вы поняли уже не моё но я стараюсь рассказать максимум о продукте и что для человека который действительно заинтересован это должно быть полезно как вы видите или не видите свет я немножко еще сместила чтобы вам было еще лучше все видно давайте начнем с первого это фиксатор от clorans очень вкусно пахнет розой неплохо фиксирует мне он понравился можно он такой тонизирующим можно использовать и как термальную воду летом классная такая приятная вещь выглядит как духи в стекле красиво могу посоветовать в принципе всем кто любит ароматы розы дальше у меня идут две базы под макияж и обе от ив сын лоран мне вот эта база туп секрет она очень понравилась эта новая версия видите она блестящая это увлажняющее средство по моему как-то так называется не совсем база но и не совсем крем это что-то среднее то есть просто как крем его лучше не использовать его будет мало а если вы нанесете крем потом вот эту базу это будет шикарно увлажняет для сияния пахнет так интересно найти как что-то с бабушкиного сундучка мне понравилось очень такая приятная плотная действительно увлажнение сияние все что нужно 40 миллилитров классная вещь люблю могу посоветовать тем кому не хватает увлажнение дальше база вот ив сын лоран опять-таки для увлажнения сияния но она уже как видите другая она идет с дозатором смотрите какая красивая боже я повелась прям на упаковку она мне понравилась она выглаживает кожу на нее очень красиво ложится любое тональное средство если нанести ее немножко и подождать пока она впитается а не возюкать это все вот могу я посоветовать людям у которых не ровности кожи потому что она силиконовая ну и тем кому не хватает наверное сияние немножко даже частички на коже остаются очень красиво это все смотрится классная мне очень понравилось но в основном не пользуюсь ей на каждый день потому что она силиконовая может забивать поры по тональным кремам давайте начну по порядку ладно как выложила это от шанель ультра легкий tint fluid честно вот он шел с кисточкой искусственная естественно потому что на жидкие текстуры нельзя натуральный ворс он очень себя все впитает честно увидела легкость увидела сияние поначалу даже слишком я бы видимо очень много наносила поэтому он мне не сразу понравился я наносила его летом оказалось что у меня кожа безумно сильно блестит просто жирным каким-то блеском действительно его наверно очень много наносила потом как-то он мне понравился но могу сразу сказать для жирной кожи и для комбинированной он не могу сказать что идеально подойдет для сухой для нормальной да вот когда у меня кожа прям нормализовалась и начала наносить его совсем чуть-чуть то мне он очень понравился и даже зимой я его использовала очень классное средство интересное красиво выглядит вот могу посоветовать тем кому вообще не нужно никакое покрытие просто хотите сделать свою кожу лучше красивей дорого-богато вот могу посоветовать очень классное интересное такое необычное от dior backstage тональный крем я его пользую практически каждый день это такая штука которая меня никогда не подведет это покрытие среднего к плотному бархатный финиш красивый оттенок который идеально подходит к моей коже водостойкое средство то есть действительно на любое время года вот красиво ложится никогда не подчеркнет ни шелушение никогда не сделает какого-то жирного блинчика на лице очень красиво смотрится очень удобный флакон могу посоветовать его наверное всем правда я не знаю кому не подойдет кто про него как-то что-то плохо говорит мне очень нравится это средство к тому же на экономичный там 50 миллилитров и стоит еще дешевле чем выгоднее намного общем получается чем основные линейки dior не backstage тональный крем так на базы не было мне обзора на него был обзор на воду тоже я по моему где-то распляху в каком-то видео на dior был обзор и вот на исти лаутер у меня w тональный крем плотное покрытие тоже был обзор он матовый посмотрите его этот обзор обязательно там я немножко разрушая стереотипы о том что это за маска о том что это не может быть прям на каждый день честно я его купила мне он понравился честно я его купила просто потому что интересно мне было попробовать вот такое средство мне по сути не нужно такое плотное покрытие но я знаю как его наносить чтобы это было красиво и даже на каждый день так мне понравился он очень немного ускоримся это вот такие две ручки корректор хайлайтер от и сен-лоран у меня вот старая версия и новая версия более плотное покрытие оба мне очень понравились вот такие вот у меня оттенки замечательная цветокоррекция действительно как хайлайтер подсвечивает область под глазами посоветую тем у кого синячки очень тонкая кожа вот под глазами как у меня плотными какими-то консилерами корректорами даже не пытайтесь это перекрыть это будет очень грубовато смотреться а вот такими ручками все идеально выглядит и к тому же они незаметные очень удобные надолго хватать несмотря на то что объем у них очень маленький дальше идут у меня так был обзор был обзор на новую версию дальше идет у меня вот такая пудра от dior был отдельный обзор первое видео на моем канале она немножко вышла ужасно зато я максимум про нее рассказала пользуюсь ее очень редко но она мне знаете вот я просто метеоритом сейчас пользуюсь поэтому вот как компактную вот куда-то брать с собой если мне нужно пудру куда-то если я езжу еду в какие-то путешествия что бывает редко я вот ее беру она у меня уже очень давно мне понравилось она с матовым финишем очень легкая на лице незаметно смотрится красивая пудра хорошая могу посоветовать людям с комбинированной жирной кожи она должна подойти но мои фавориты которыми я пользуюсь сейчас у даже кисточка натуральной сказы тоже это же линейки герлен метеорит вот эта коробочка очень вкусно пахнет мне понравилось мне понравился эффект понравилось как эти шарики сглаживают шелушение как блестит светится кожа словно вас поцеловал ангел правда это очень красиво если вам не нужно от пудры никакого оттенка просто фиксация просто запудрить тон чтобы нанести дальше сухие какие-то продукты то присмотритесь шикарным просто вариант к тому же это очень красиво дальше есть контуринг у меня один от dolce gabbana знаменитый продается он в отделе с румянами это самый темный оттенок этих румян мне понравилась легкая натуральная тень он не сильно ходит в серы но и не рыжит совершенно белоснежкам он подойдет красивое оформление лимитированное присмотритесь если ищите контуринг холодный дальше у меня идут румяна румяна вот эти вот в сен-лоран это мои первые люксовые румяна их уже сняли с производства они внутри с хайлайтом и такие персиковые тоже очень натурально смотрятся хорошая пигментация вкусные вишневый аромат если найдете попробуйте если ищите персиковые румяна вот такие две конфетки от clorans давайте с моего самого любимого очень понравились они выглядят настолько натурально они со средней пигментации расход у них вообще минимальный натурально выглядят на лице нежная розово-персиковый румянец еще и хайлайт подсвечивает скулу очень красиво выглядит действительно необычно хотя вначале кажется что он темный вот по виду по внешнему но когда посвочите его и увидите как он смотрится на щечках то можно даже хайлайт не использовать потому что он выделяет как халат все что нужно здесь же такой барби розовый переборщить сложно но можно кажется это очень похожий оттенок на adior backstage розовый вот эти которые везде раскуплены присмотритесь если хотели бы я хотела именно такой легкий знаете румянец как с морозом вот они его делают дальше палетка хайлайтеров dior backstage это у меня новое в более таких носибельных оттенках все оттенки я либо смешивая между собой либо наношу каждый отдельно с палеткой скучать не приходится у меня кстати был вот на на эти две конфетки обзор и на вот эту палетку был обзор swatch в разных освещениях ну действительно красивое сияние можно зашлифовать будет эффект такой влажный но также блестки там есть но они не сильно заметны и они очень микро такие микро микро красивая мне очень нравится что знаете я купила один продукт и по сути у меня проблемы с халатами вообще на всю жизнь решена здесь просто есть вся палитра которая мне необходима могу посоветовать его белоснежкам либо людям которым нравилась первая версия в первом оттенке это четвертый оттенок но которые не покупали ее потому что два объективной ярких темных оттенка им не подходили вот эту можете смело купить все белоснежки вот возьмите на заметку вот такой шиммер для глаз щек губ от шесейда мне не могу мне он понравился поначалу но он быстро у меня подсох и блески стали обычными а раньше у него был такой насыщенный металлический прям такой финиш но сейчас такого нет блески стали обычные подсох он быстро но если вам не нужно на какое-то длительное использование нужно просто когда яркая вещь на несколько месяцев то можете приобрести мне он в принципе очень понравился дальше у меня две палетки тени вот такая от шанель это базовая база идеальные тени такие кремовые легко тушуются хорошая пигментация ни одного нет яркого оттенка все они матовые но для затемнения внешнего уголка глаза для складочки века без них никуда не исправит косяк вообще любой другой палетки идеальными дополнили также можно использовать как и самостоятельную палетку поэтому у кого нет базовой коричневой палетки могу и посоветовать всем эти шикарные тени которые не скатываются долго держатся не осыпаются вообще практически особенно светлые оттенки поэтому присмотритесь к ней это моя менее удачная палетка тени от шоссейда она интересный интересный подбор цветов можно делать классный макияжа но качество тени конечно от шанель далеко далеко но если вам нравится такая палитра можете попробовать но тени немножечко начинают все-таки скатываться и сыпется намного сильнее темные оттенки чем у шанель вообще красивые конечно вещица цвета интересные честно скажу хороший подбор оттенков хотя на первый взгляд так не кажется я вообще убрала из-за белого оттенка но по итогу я пользовалась всеми и все они в работе мне понадобились на очереди у нас брови это тушь для бровей от ив сен лоран скажу сразу я от нее восторге идеальный оттенок который мне подходит очень удобная кисточка большой объем красиво мне нравится как она смотрится на бровях ресницы хотела сказать действительно выглядит как тушь для ресниц там всего лишь два оттенка 1 2 не так пойма 1 самый светлый по логике мне подошел очень красивая фиксирует оттенок дает поэтому я про карандаш и гели вообще забыла вместе с ней давайте гель взяла просто потому что хотела какой-нибудь люксовый гель для брови хороший хорошо фиксирует не могу сказать что что-то особенное но красивое оформление и удобная щеточка удобная кисточка очень удобно прокрашивать на нашего поверх карандашика вот такой вот шинель карандаш оттенок идеально мне подошел мне понравилось также еще точилка которую я почему-то сюда не положила в комплекте в общем я вам фоточку тут вставлю тоже очень приятно получить щеточка которая тоже редко пользуюсь вот в конце этого карандаша но карандашик очень мягкие и расход у него соответственно чем карандаш тверже тем расход у него будет меньше мне понравился хорошо держится красиво выглядит могу всем посоветовать светленьким таким же как я карандаш черный гелевый к нему опять от герлин к нему опять же была точилка которую я почему-то сюда не положила хотя должна была сюда все люксовое принести но не все я принесла в общем картиночку вам оставлю фотографию карандаш каял но он мне вначале понравился тем что он мягкий но он отпечатывается все-таки немножко и кисточка вот это я не пользовалась щеточка я не знаю как его растушевывать он очень быстро застывает моя боль архитектурная подводка от шоссей да знаете первый раз она мне понравилась но второй раз она мне просто перестала рисовать поэтому ее не могу никому посоветовать но поначалу она мне была очень удобно и можно нарисовать действительно любые стрелочки такой фитровый наконечник маленький очень удобная была но жалко что она была одноразовая следующая идет подводка от живанши я решила люксовую теперь вот такую покупать выкручивающийся не лайнер и я искала серебряную уже раньше это был единственный вариант вообще больше ни у кого я не увидела ни у какого люксового бренда и не увидела серебра здесь красивое серебро она подойдет даже вот вообще если руки не с того места растут потому что выглядит это очень красиво даже если неровную линию проведете то все равно она будет смотреться красиво и ровно потому что она знаете там серебро такое она не прозрачная 3 нет у него подложка именно вот такая металлическая она красиво выглядит удобно наносится но при разном расположении знаете как вы смотрите то в одну сторону то в другую сторону при каком ракурсе на вас посмотрят то всполохи будут резки очень красиво выглядит поэтому за счет вот этого ровно будет смотреться даже не особо ровные линии ну еще за счет того что она светлая поэтому вот девочкам кто учится рисовать хочет яркий какой-то акцент на глаза делать в виде серебра и вот хотела серебряная подводочка чтобы у меня было розовые губы и розовый румяна вот такой вот эффект я хотела и его получила мне на очень понравилось но также она немножко начинает заставать не становится более тягучей смывается тоже на очень интересная такая как немножечко как полосочка как-то скатывается чуть-чуть ну хорошая классная туши для ресниц эвсен лоран с эффектом накладных ресниц новая формула очень понравилась эффект вау долго не застывала у меня очень удобная правда эффект накладных ресниц все что заявлено мне понравилось тушланком гипноз также отдельный обзор был вот смотрите правда я уже забываю говорить на что был отдельный обзор так точно был обзор был обзор ребенок он тоже плачет на это все у меня был обзор здесь тоже был обзор был обзор на карандаш по моему я его нигде не использовала на тушь у меня был отдельный прям обзор и вот на эту тушь от lancome также был отдельный обзор шикарная тушь одна из лучших люксовых тушь и не считая dior от dior ну вот эвсен лоран еще тоже шикарные я не ожидала что lancome так меня взорвет действительно объемная тушь очень удобная долго пользовалась у нее есть определенная фишка но все это рассказывать конечно это очень долгое сейчас будет поэтому посмотрите обзор там было нанесение то почему она мне понравилась действительно интересная аналогов вы не найдете вообще нигде полных вернее аналогов но более-менее я нашла сейчас я вам покажу это будет в бюджете это мое разочарование ее сняли с производства слава богу когда неудачный запуск тушь от эвсен лоран коричневая с блестками который смотрелась совершенно обычно на ресницах она делала все самое ужасное с ресницами делала ничего хорошего нужно сильно про него говорить обзора на нее не было по что на мне закончилась но вот можно я какие-нибудь ругательство выложу с ней чем мне не понравилось совершенно отвратительное много было обещаний вообще ничего не делают совершенно теперь давайте переходим к последней люксовая у меня категория помад те какой путь мы прошли позже как я устала вы надеюсь не устали мои самые новые это долгожданная жидкая матовая помада от berberi это эффект был отдельный у меня обзор со сводчами это эффект знаете губы в тональном креме но она не сушит нравится как она ложится на губах нравится ее финиш она очень красиво смотрится ровно ровно сходит без проплешин немножко выбеливает губы красивая если вы искали такой эффект могу ее посоветовать девочкам очень светленьким кому любые нюдовые помады бежевые они ржат это такого не делает вот похожая помада с таким же эффектом только она не матовая наиболее легкая такая на каждый день я думаю больше я ее буду использовать помада от сей до оформление конечно красивая сам бренд меня разочаровал больше я точно ничего не буду покупать все-таки недостаточно мне от него увлажнения как-то она немножко плешивенько все-таки иногда смотрится и сходит она не очень равномерно поэтому не могу сказать что она прям вау берите вот dior бальзам такой голографический лучше бы я взяла обычный это безупречный уход за губами увлажнение питания конечно я приноровилась его наносить так чтобы это не было сильно ярко но все-таки этот блеск вот излишне лучше бы это был просто нежно-розовый поэтому аккуратно мне кажется блондиночкам он очень подойдет очень светлым девочкам блондинкам именно будет круто у меня все-таки не прям блондинистые волосы поэтому на мне кажется он не сильно прям смотрится но иногда в принципе нормально но приноровиться мне к нему пришлось вот такой вот бальзам для губ от dior lip maximizer плампер мне понравился эффект увеличения есть есть отдельный обзор с этим эффектом понравилось как увлажняет губы как смотрится на губах могу посоветовать всем кому недостаточно объема аромат ментола как у у всех по моему средств для губ от dior и характерный аромат приятный нежный вот такие две конфетки от жеманши как видите если у меня что-то одинаковое просто в разных цветах значит это что-то мне очень сильно понравилось особенно я пользуюсь очень часто вот этим вроде как сняли с производства но если вы найдете то берите тоже уход удобный аппликатор красивый цвет насыщенный шикарно носятся шикарно наносятся мне очень понравились детьми что немножечко течет горлышком через горлышко чуть-чуть как-то как это сказать правильно немножко их нельзя вот так носить знаете лучше чтобы она стояла просто иначе она начинает немножко подтекать по крышечке может подтечиваться вспомнила ограничитель не черту вот ограничитель нет нормального поэтому продукт немножко потекает здесь это первые которые я взяла но оттенок мне не очень понравился поэтому я взяла вот в этой же формуле второй оттенок уже розовый слишком для меня темный но очень красиво смотрится все равно на губах и зубки выбеливает более не таким белоснежком как я могу его посоветовать а вот этот розовый мне кажется вообще всем подойдет давайте теперь фух бюджету переходим фиксатор для макияжа от риммель очень спиртовой хорошо фиксирует но мне кажется подсушивает кожу и некрасиво потом она смотрится так со своей функцией он справляется если вам нужно какое-то железобетонное просто средство чтобы где-то плавать или пойдете в сауну и вам нужно чтобы вас косметика не потекла хотя лучше так конечно делать но если вам такое нужно то уберите не пожалеете фиксирует действительно хорошо намного лучше чем вода от клоранс ну конечно вода от клоранс намного щадящий заботиться о коже и намного приятнее аромат в общем что сравнить вот от риммель мне не очень понравилось это жидкий хайлайтер и вообще жидкий хайлайтер не очень люблю он еще и съедает тональный крем в общем я его иногда просто добавляла в тональный крем смешивала наносила на лицо блестит красиво но золотистый такой не знаю очень яркий чтобы так наносить отдельно в общем не знаю что там мне как-то не очень по нанесению в общем не советую его вот такой корректор от эвелин подходит для белоснежек очень похож на ручку от и все лоран только с большим объемом очень хорошо маскируют синячки под глазами да и вообще все что вам нужно потому что он более плотный могу всем посоветовать действительно классным бюджетные средства вот такая палетка от vivient собой холодный контуринг хайлайтер и не очень честно такие меловые но контуринг то действительно очень классно даже более холоднее чем вот от дольше габбана поэтому кто же хорошие брови очень долго и очень много раз покупала вот такой фиксирующий гель для бровей ведь он какой у меня уже если я хорошо фиксирует очень удобный тоже могу всем посоветовать я просто купила отжима че потому что я перешла полностью на люкс поэтому я решила себе найти аналог вот такой вот в люксе такой карандаш для бровей с очень удобной щеточкой красивым оттенком от опять же vivient собой мне идеально он подошел его очень много раз покупала всем советую светленьким это моя недавняя находка лайнер от эвелин это именно кисточка очень ярко рисует не засыхает как мое разочарование от шоссе это где оно там вот стоило копеек поэтому я вот недавно его купила и им пользуюсь мне он очень нравится туши давайте потушим сейчас пройдемся кабарет классическая немножко уже себя и желать для меня очень много раз тоже обновляла в черном цвете и кабарет премьера на более жидкая это более сухая текстура поэтому она у быстрее высыхала чем вот это этими я пользовалась дольше думаю они не нуждаются в представлении сами знаете что они себя представляют у меня в коричневом в черном оттенке и вот эта тушь которую я недавно который мне недавно подарили свекровь я от нее в восторге это практически аналог эффекту от ланком только она не отпечатывается на верхнем веке что для меня плюс ну конечно ланком еще своя фишка есть поэтому я не могу сказать что знаете это лучше люкс я не сравниваю это и люкс просто я сравниваю именно вот как продукт как люкс конечно это тушь ощущение люкса вам не даст что дает люкс и люксе все-таки другие формулы возможно это делается все на также в заводах с масс-маркетом милт-маркетом все равно формулы состава у них будут другие поэтому ничего тут сравнивать так что вот у меня новенькая новенькая я буду с удовольствием ей пользоваться стоило копеек но я буду либо брать вот такое либо уже что-то люксовое но какой-то именно прям милт-маркет что-то вот типа мейблин я брать не буду потому что это реально лучше и стоит дешевле а люкс просто у него свое другое предназначение вот это пустой на флакончике его сюда же положу закончилась она делает все правда она вообще считается как удлиняющая но она настолько красиво выглядит на ресницах я говорила про нее видео подарки люксы магия что-то такое посмотрите там я подробно про нее описывала эффект средства в бюджете для губ лучше не брать пример тому либритер масло для губ которая быстро как-то вписывается в губы и сушит их вообще она неудобная короче вообще никому не свету мне она не понравилась вот это помада вельвет оди ваш это какой-то кошмар во-первых оттенок во вторых как она наносится на пляши вид она сушит губы она не красивая на сходит неровно в общем не очень мне тоже не понравилось вообще эта серия не слишком удачно у них вот единственное что меня удивило это от летуаль в оттенке марсала у меня помада она очень стойкая хоть матово но не сушит губы очень красивый оттенок я буду искать в люксе аналог этому оттенку потому что мне очень понравился он но она у меня уже просрочены карандаш тоже чуть чуть темнее этого оттенка но идеально подходит к ней чем красивая хорошо черчивает контур губ позволяет помаде держаться еще дольше и не размазывать в общем это было все пишите пожалуйста в комментариях как вам видео что у вас есть из этого с чем вы согласны с чем вы не согласны давайте пообщаемся про косметику я вам показала все 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 люксовая и нелюксовая вот это вот чуть-чуть что у меня осталось скоро это все пойдет уже на помойку потому что смысл это хранить уже либо засохла либо испортилась просто по сроку годности либо уже закончилась вот это было все вдобавок еще парфюмерию вам показала так что поставьте мне пожалуйста лайк за старание подписывайтесь на канал жмякайте в колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео с вами была ваша даша до новых встреч на моем канале увидимся очень скоро всем пока пока